а психоанализ это вообще что кто такой психоаналитик и в чем заключена его деятельность дело в том что фрейд назвал психоаналитика не существующей невозможной профессией существует ли такая профессия как быть мамой как быть правильной самой великолепной мамы который никогда не ошибается и не допускает никаких ошибок такой профессии как мама не существует и такой профессии как психоаналитик тоже не существует однако в этом видео я хотел бы вас познакомить с тем вообще что из себя представляет психоанализ и роль психоаналитика в частности и я решил это сделать именно так как вводится в психоанализе через метафоры психоаналитический язык очень красивен очень символично очень метафоричен и в этом видео я хотела бы рассмотреть вначале три метафоры а потом еще одну дополнительную метафору то как именно метафорой можно отразить деятельность психоаналитика я буду ссылаться на статьи это определенные авторы первый это джозеф нюарт второй автор это рассохин андрей владимирович то есть это российский психоаналитик единственный в россии титулярный член спп это французское психоаналитическое общество и буду что то говорить буду конечно же цитировать и так смотрите профессор психологии джозеф нюарт рассматривает эволюцию психоаналитического движения психоаналитической мысли и описывает это на трех метафорах в первой он говорит что психоаналитик сродни детективу который ведет свое расследование да если же ведется расследование то значит что есть как будто бы некое преступление некая провинность быть может и есть виновный во втором случае джозеф нюарт говорит что психоанализ эволюционирует и психоаналитик уже выполняет роль не совершенного но героя уязвимого но того героя который ответственен за то что он делает и это метафора рыцаря круглого стола сэра ланселота и третья метафора это психоаналитик который создает некие иллюзии и мы сейчас посмотрим что это за иллюзии значит это метафора волшебника из страны ос значит смотрите друзья шерлок холмс рациональный объективный детектив и ученый в поисках скрытых истин в истории клиента второе это сэр ланселот несовершенный герой который проигрывает отношения в переносе и контр переносе и дело терапевтичными неизбежные разрывы и воссоединения и третье это волшебник из страны ос создатель иллюзий и личного смысла который помогает через символизацию достичь чего-то важного для своего анализанта и так если же первая метафора которую рассматривает автор и я вслед за ним эта метафора детектива психоаналитик как детектив а значит классическим вариантом является именно шерлок холмс с которым можно сравнить деятельность психоаналитика нацеленность на поиск скрытых мотивов скрытой истины скрытой правды самая первая метафора которую предлагает фрейд является но медицинской метафорой где психоаналитик является медицинским экспертом врачом и его интерпретация его речь как некий укол который как пишет автор то есть смотрите у пациента есть некая проблема есть некий запрос есть некий симптом и джосеф нюарт рассматривает это как некая инфекция которую необходимо вывести из организма в стерильной среде и значит психоаналитик как некий медицинский эксперт ответственен и дисциплинирован чей авторитет неоспорим и вот я цитирую до воспоминания о забытом эпизоде приравнивалась к вскрытию нарыва и казалось достаточным чтобы вернуть пациенту здоровье после этого фрейд вот эта первая метафора была сопряжена с деятельностью фрейда когда он рассматривает топографическую модель психического аппарата вторая метафора фрейда связана со структурной модели психического аппарата где появляются такие понятия как наличие у клиента ну пациента дам анализанта некоего сопротивления неких защитных механизмов и фрейд отходит от метафора медицинской процедуры и больше описывает деятельность аналитикам даже как некоего генерала который готов к длительной борьбе который готов к противостоянию и к некой битве с сопротивлением с защитными механизмами которые им возникают у анализанта и препятствуют выздоровлению третья метафора фрейда она уже сродни тому что психоаналитик воспринимается как некий детектив он ведет настойчивое дедуктивное рациональное расследование которое признано выявить скрытые мотивы и забытые преступления пациента как это можно понять да смотрите шерл холмс ведет свое расследование и очень часто его деятельность обнаружена таким образом что он может провести расследование не выходя из своего кабинета на бейкер-стрит сидя в своем замечательном кресле у замечательного теплого камина и выкуривая трубку то есть он отстранен от событий он в них никак не включен он некий такой сторонний наблюдатель который выискивает забытые преступления как сказано в этой статье а значит выискивает бессознательные желания влечения которые находятся у анализанта показывает их ему и смотрите да и вот у вас есть какие-то бессознательные желания а быть может даже собственные деструктивные импульсы и как будто бы призывает клиента в виновного до виновник находится перед ним взять ответственность за свои бессознательные желания свои деструктивные импульсы консервативный взгляд на человека пишет джозеф ньюарт как на виновного требовал чтобы аналитик был истинным моральным ориентировал моральным ориентиром который выискивал ложь и прочие утаивания это первая метафора с ней мы разобрались вторая метафора сэр ланселот несовершенный герой мы отходим от позиции аналитика в этом случае как некоего не включенного элемента во взаимоотношения как некого такого стороннего наблюдателя как некого такого эксперта с холодным разумом да и получается что в данном случае вот эта вторая метафора отражает межличностный аспект взаимодействия между аналитиком и анализантом а именно что сам аналитик является активным участником аналитических и терапевтических отношений он является важным звеном они где-то там не включен в этот процесс и на первый план в данной метафоре выходят такие понятия как перенос и контр перенос вот таким образом аналитик сам своей психикой включен в терапевтический аналитический процесс и сам является активным участником и нечто что в кабинете в пространстве сессий разыгрывается здесь и сейчас и в терапевтических отношениях в данном контексте аналитик принимает на себя новую функцию являясь традиционным объектом для переноса он может отреагировать не так как реагировали раньше детские объекты в жизни анализанта он может дать другую реакцию отличную от той реакции которую анализант получал в своем прошлом от своих родителей от значимого окружения к примеру он не будет обвинять он не будет осуждать как злобный морализующий родитель запрещающий что-то нет он будет отслеживать он будет принимать перенос он будет отслеживать свои контр переносные чувства он будет это анализировать но сэр ланселот здесь является именно несовершенным героем и почему так смотрите отыгрывая свою роль терапевт вот или аналитик да мог запутаться в переносах и контр переносах и нарушить свою терапевтическую аналитическую позицию как-то выйти из нее но ситуация исправлялась в тот момент когда аналитик мог анализировать мог рассуждать и думать о том вообще что вот сейчас в кабинете разыгрывается это о чем и почему именно так происходит то есть смотрите в рамках контр переноса аналитик может выйти из своей аналитической позиции до или терапевт из терапевтической и сделать что-то неверное оступиться совершить какой-то неверный шаг но он сможет победить в тот момент когда он понимает что у него есть своя роль и он вынужден следовать своей роли он вынужден отслеживать свой контр перенос а не переходить каким-то конкретным действием да не допустим наказывать как-то по своего пациента а думать о том вообще что сейчас происходит и если в первом случае жанром был детектив то сейчас это приключить приключенческий романтический роман в котором уязвимый герой наш психоаналитик да то есть он уязвим в этих межличностных отношениях он несовершенен и наш уязвимый герой может исцелить раненую травм травмированную душу анализанта клинические иллюстрации подчеркивают как пишет джозеф нюарт борьбу пациентов с их собственными внутренними демонами но и есть какие-то внутренние демоны которые находятся в душе аналитика и это совместное путешествие совместное путешествие в тайны бессознательного это это путешествие очень часто весь сопряжено и страхом есть какой-то страх столкнуться с неизведанным и аналитик не просто борется с демонами которые находятся в душе анализанта но и со своими собственными контрпереносными реакциями. И как пишет автор, я думаю о сэре Ланселоте, несовершенном рыцаре круглого стола, как о метафоре романтической и героической борьбы. Так аналитик, столкнувшись со своими собственными демонами и личными неудачами, убивает дракона, освобождая пациента из тюрьмы прошлого. Как и легенда сэра Ланселота, психоанализ становится испытанием для аналитика и пациента. Они вместе создают множественные переносы и контрпереносы и борются с этим. Друзья, если кому будут интересны, ссылки на статьи, они будут в описании. Третья метафора это волшебник из страны Оз, создатель иллюзий. В этом случае, то есть мы говорим, как эволюционирует психоанализ, и мы говорим в этом случае о трансформационной модели психоанализа. В этом случае задача анализанда достичь регистра повествования, постепенно, последовательно вспоминать различные эпизоды своей жизни. Задача аналитика в этом случае это символическое мышление, это способность придавать смыслы тому, что он слышит. Мы таким образом переводим фокус внимания пациента от каких-то внешних трудностей, от каких-то внешних событий. Часто люди приходят и просто рассуждают о какие-то внешние процессы. Мы переводим фокус внимания от внешнего к внутренним. Аналитик таким образом дает возможность осмыслить происходящее, понимать, что есть какие-то звенья повседневной жизни. Какие смыслы сам пациент придает этому? Это возможность символизировать, это возможность понимать вообще, что с тобой происходит. Так, сейчас у меня другой лист, распечатано криво, да? Как пишет Джозеф Ньюарт, с помощью трансформационного анализа пациент учится преобразовывать внешние, часто даже параноидные переживания, ну какие-то странные переживания, да? Созданные при переносе и контрпереносе в символический субъективный опыт. Это возможность, благодаря которой пациент может понимать, что у него есть его собственная субъективная внутрипсихическая реальность. И почему же волшебник из страны ОС? Да потому что, друзья, к примеру, Дороти из-за торнадо стремится вернуться обратно домой, принимает отчаянные попытки для того, чтобы вернуться домой. Вот он уже какой-то символ, дорога, которая идет домой. Она встречает различных персонажей. Как пишет Джозеф Ньюарт, ведьмы в сказке олицетворяют любимые и ненавистные материнские роли. Плохую ведьму Дороти побеждает, а хорошая помогает ей на пути. Она встречает страшилу, железного дровосека и трусливого льва. Но почему лев вдруг стал трусливым? Ведь в этом тоже есть какое-то свое звено, тоже какой-то смысл. И Дороти считает, что им всем поможет знаменитый волшебник, который живет в стране ОС. Но в этом случае вы, наверное, поняли, да, что аналитика является вот этим волшебником. Но когда Дороти его видит, она понимает, что, по сути, это обычный человек, который не обладает никакими сверхъестественными магическими способностями. Так и аналитик по своей сути является обычным человеком, который просто помещен в необычную ситуацию. И он не может реально удовлетворить какие-то потребности. Он может дать что-то нашим главным героям и анализанту, пациенту, дать ему что-то, что-то важное, да, с чем клиент будет дальше иметь дело. Увы, аналитик не знает того, что мы хотим от него услышать. То есть он не бог, он не маг, он не читает мысли, и у него нет никакой волшебной палочки. И не может действовать так, как мы на него надеялись. Он не может решить наши проблемы, да, аналитик? Но он способен помочь сгенерировать метафоры, которые сделают наши желания достижимыми. И в сказке, да, он ведь что-то дает своим героям. Он дает что-то тому же трусливому льву. Он не делает его по щелчку смелым. И он что-то важное дает Дороти, что она затем может использовать. И, как пишет Джозеф Ньюарт, это не поверхностные карнавальные трюки, а глубокие символы, которые включают сложный опыт развития, саморефлексии и предполагают повышенную способность к непрерывным внутренним творческим разговорам. Это что касается данного автора. Значит, в журнале и в журнале высшей школы экономики, журнал клинического и прикладного психоанализа, в самом первом томе есть замечательная статья Андрея Владимировича Рассохина, где он приводит замечательную, на мой взгляд, метафору, которая называется «Дикая лошадь и терпеливый осел». Нашей дикой лошадью является пациент-анализант, а терпеливым ослом-аналитик. Рассохин ссылается на латиноамериканского психоаналитика, на бразильского психоаналитика, который рассказывает то, как в Латинской Америке приручают дикую лошадь с помощью кого-то другого, с помощью терпеливого осла. Дело в том, что это весьма популярный способ приручения дикой лошади и заключается в следующем. Осла и лошадь привязывают друг к другу на длинную веревку и отпускают. И, конечно же, ведь лошадь дикая, она еще не прирученная, не обузнанная. Ее желание — это умчаться подальше, опять к своей свободе, опять уже к привычной, к своей жизни, умчаться подальше от лошадиного стойла. Но их с ослом связывает веревка, и осел вынужден следовать вслед за лошадью. И, конечно же, осел может оказывать сопротивление, но он просто физически не в силах противостоять страстному желанию лошади вернуться на свободу. И вот лошадь мчится, и вот эта веревка вынуждает осла следовать за лошадью. И вот уже наступает какой-то момент, когда даже сильная лошадь, тем не менее, ослабевает и устает. И в этот момент наш осел, наш терпеливый осел, предчувствуя свою победу, пока еще не победив до конца, да, но он уже это предчувствует, он разворачивается и идет обратно домой. Но это его дом, это не дом лошади, это дом осла. Лошадь-то дикая, да? И он как бы разворачивается, да, и веревка заставляет лошадь, заставляет следовать за ослом. И легко можно догадаться, что лошадь совершит какие-то, ну, дополнительные попытки для того, чтобы разорвать вот эту связь. Она может в какой-то момент начать физически атаковать, как описано вот в этой статье, физически атаковать осла. Она может его ранить, но дело в том, что даже израненным осел найдет дорогу домой, где его накормят, где его дом, где залечат его раны, где он сможет отдохнуть и выспаться. Тем не менее, у лошади есть еще один шанс. Она может попытаться перегрызть вот эту веревку. Но, как пишет Андрей Владимирович, ссылкой на автора, да, на первоначальный источник, можно догадаться, можно предположить, что редко какой лошади удается проделать сей трюк, поскольку вот этот способ приручения дикой лошади весьма популярен и весьма эффективен. И мы видим, что в конечном итоге осел одерживает победу. Он приводит лошадь домой. Цитирую, да, осел приводит полностью обессиленную лошадь в загон, который теперь становится ее новым домом. Она теряет свободу с ее опасностями и неопределенностью, но взамен обретает стабильность, защищенность, постоянное питание в обмен на труд, что немаловажно. И получается, что мы говорим здесь про некую необходимость отказаться от своей дикой части. Смотрите, мы можем какой проводить аналогию? Что дикая лошадь — это анализант, что терпеливый осел — это аналитик, а можем проводить еще и другую метафору, что дикая лошадь — это наше бессознательное. Вот оно абсолютно свободное и не ведает, и мы ничего не знаем, что наше бессознательное творит. А терпеливый осел — это наша сознательная часть. Первое — это вот оно, а осел — наше я. И мы здесь видим некое требование отказаться от свободы и адаптироваться к реальности. У Фрейда есть такая фраза знаменитая, там, где было оно, должно стать я. И получается, что здесь нужно отказаться от некой своей очень важной части, полностью как будто бы приручить свое бессознательное, обуздать, как вот эту дикую лошадь, сделать свое бессознательное, может быть, ничтожным, смиренным, полностью послушным. Как указывает автор в данной статье, изначально, что немаловажно, лошадь и осел говорят на разных языках. То есть они преследуют разные цели. Связь между ними является насильственная. Просто какой-то человек взял и завязал вот эту веревку. Это насильственная связь, веревка-пуповина, которую не удается никак разгрызть. И можно ли сказать, что вот именно это — отказ от свободы, вот это послушание, вот эта адаптация к реальности, да, к ее требованиям является целью психоанализа? Можно ли так сказать? Дело в том, что связь между ослом и между лошадью не предполагает никакого сотворчества. Осел просто побеждает за счет своего терпения. Ничего нового в этом пространстве не создается. Это просто требование приручить, обуздать свое бессознательное, привести себя на конюшню в стойло. И ведь очень интересно, да? Получается, что там, где было оно, должно стать я. Но Рассохин предлагает иную метафору. Там, где было оно, должно стать иное. Это такой посыл. Даже если же мы и станем, терпеливым ослом, но нам важно не потерять внутри себя вот эту дикую лошадь, сохранять внутреннюю свободу, сохранять свое внутреннее бессознательное, внутреннее психическое, сохранять свою детскую часть, сохранять свою способность к фантазированию, свою способность к творчеству. То есть даже если же мы внешне станем вот этим терпеливым ослом, мы собственную дикость и необузданность, собственный порыв к свободе, нам тоже важно это сохранить. И в психоанализе получается, что самая главная цель, да, это показать анализанту, да, показать пациенту его бессознательное. Но не приручить бессознательное, не подавить его, не отказаться от бессознательного, как будто бы отказаться от своей детской части. Ведь наши бессознательные формируются в детстве. Наши бессознательные, это и есть наша детская часть. И не нужно никаким образом отказаться от этой дикой лошади, отказаться от своего бессознательного. Нет. Настоящая цель настоящего психоанализа — это быть в контакте со своим бессознательным. Это иметь возможность того, чтобы внутри тебя загоралось большое число внутренних сцен душевной жизни. Это иметь возможность с открытым взглядом смотреть внутрь своей души. И в том числе это возможность сохранить внутри себя некую живость. Вот эту внутреннюю свободу, как вот эта дикая лошадь. Внутреннюю свободу, внутреннюю живость, свою собственную безуминку, изюминку, свою собственную уникальность, свою индивидуальность. Мне вот здесь вспоминается, что в рамках одной из супервизий там представляли клиентские случаи, и в итоге мы говорим про конец отношений между аналитиком и анализантом. То есть анализ заканчивается. И анализант, вообще-то не был психоанализ, это было больше терапии, он сказал такую фразу «Ну все, я все понял». Я, конечно же, сейчас не цитирую, а просто смысл вам передаю. Он сказал такое, что «Все, я все понял, я смирился, я пошел». И таким образом терапия закончилась, завершилась. Ну так вот, настоящая терапия все-таки не про это. Это не про смирение. И все-таки здесь стоит как-то насторожиться, почему в процессе вот этого, вот этих отношений произошла потребность с чем-то смириться. Друзья, так что вот эта способность сохранить все-таки внутреннюю, внутреннюю дикую лошадь. Спасибо вам за просмотр и всего вам самого наилучшего.